Субтитры создавал DimaTorzok И индоиранской мифологии Мне придется говорить о современном поэте Вряд ли в Москве нужно особо объяснять, кто такой Томас Венслова Поэт-поблицист, профессор словистики Ельского университета Но на всякий случай скажу Венслова родился в 1937 году в семье тогда поэта и учителя Который в 1940 году стал первым советским министром просвещения И ехал в составе делегации литовского сейма просить Литву принять состав в СССР Кроме того, он был и автором гимна советской Литвы Томас, как он сам говорит, примерно с Венгерской революции То есть с 1956 года понял, что советская система усовершенствованию не подлежит Он закончил Вильнюсский университет После смерти отца в 1971 году Включился в диссидентское движение В Литве с трудом выпустил лишь один сборник стихов «Знак языка» Колбозян, 1972 год Кроме того, у него были две научно-популярные книги В отличие от Бродского, который даже кагибистам объяснял, что он не хочет уезжать Томас Ванцлова хотел уехать из СССР В 1975 году, 5 мая, он написал открытое письмо ЦК Компартии Литвы В котором выразил свое негативное отношение к господствовавшей в СССР идеологии А также писал, цитата «Никакой работы, кроме литературной, я выполнять не умею и не хочу А такие возможности мне из года в год ограничивают» Поэтому само мое пребывание в этой стране становится бессмысленным и ненужным «Прошу разрешить мне в соответствии со всеобщей декларацией прав человека И господствующим законодательством отбыть на жительство за границу» Конец цитаты Разрешение он получил отнюдь не сразу Как вы помните, Бродского вы проводили Не дав даже того времени, которое он ходил на сборы Но 25 января 1977 года Венслава улетел из Шереметьево в Париж А потом отпыл в США 14 июня того же года его лишили гражданства СССР Впервые после отъезда Литву Венслава посетил в 1988 году Вергильевский герой Так Бенгт Янгфельд назвал одну из глав в своей книге «Язык есть Бог» Посвященный Иосифу Бродскому и прокомментировал С 30 лет он был кочевник Вергильевский герой, обреченный на то, чтобы никогда не возвращаться вспять Конец цитаты Янгфельда Если же мы будем искать, как выразился Роман Якобсон Постоянную мифологию, лежащую в основе творчества Венславы То, скорее всего, придется признать, что он гомеровский герой Возвращающийся Одиссей Для своеобразной подстраховки я еще раз процитирую Якобсона Мы не хотим однозначно выводить произведения из той или иной ситуации Но в то же время, анализируя поэтическое произведение Мы не должны упускать из виду существенное повторяющееся соответствие Между жизненной ситуацией и произведением В особенности регулярную связь между определенными общими чертами В ряде произведений поэта и общим местом или временем создания этих произведений Равно как нельзя игнорировать и соответствующие биографические условия Поэтому, это закончила я цитировать Яковсона Поэтому в моем докладе текст стихотворения и текст жизни поэта Зачастую очень сблизится Я только надеюсь, что я не переступлю некую грань, которую все же переступить не следует Мифологические, литературные, общекультурные подтексты Изобилуют в поэтическом творчестве Вянслова Он сам очень любит комментировать свои стихи В Литве издана даже большая книга его стихов Где собраны стихотворные тексты Написанные в период от 1956 по 2010 год С комментариями автора Создается впечатление, что в последние годы комментарии становятся все более сложными Распространенными и в некоторой мере более необходимыми Мне казалось, отчасти кажется и сейчас Что вообще-то не надо, чтобы поэт комментировал свои стихи Но когда я читаю новейшие стихи Вянслова Иногда действительно хочется услышать комментарий поэта Потому что он все чаще опирается не на общеизвестные тексты И тогда угадать тот подтекст, который имеется в виду Не столь легко Можно, конечно, обойтись без этого Но это как бы двойное Хочется понять стихотворение Чтобы оно было понятно без никаких комментариев автора С другой стороны, зачастую этот комментарий Как бы углубляет стихотворение, что-то объясняет А молодым, более молодым стихам Вянсловой Действительно не... Ну, вроде бы, во всяком случае, для меня не нужен комментарий В своем докладе я ограничусь одиссеем и, конечно же, итакой Эти сюжеты у Вянслова появились еще в ранних стихах Впервые в 1958 году Это стихотворение называется «Свянтои» Имя курортного местечка у моря в переводе «Святая» И основывается на легенде, что Одиссей в своих скитаниях Некогда достиг и берегов Балтики В стихотворении говорится, что драма поиски Итаки никогда не кончается Но все же стихотворение светлое Оно начинается со слов «здесь свет» И кончается утверждением, что кто-то эту землю назвал святой Вообще, это первое обращение к теме Возможно, результат начитанности пробы пера В Вянслову в Литве говорят, что он вырос в книжном шкафу своего отца Позднее текст об Итаки будет подкреплен жизненным текстом поэта Станет особо важным, драматичным и сложным В докладе я сосредоточу свое внимание на трех То есть это первая была моя задумка Ограничиться с тремя стихотворениями, написанными в разные годы Но сейчас я поняла, что мне нужно еще одно Я только постараюсь слишком не затянуть время своего доклада Первое стихотворение «День благодарения» 1979 год Второе за ним появляется у меня за полуверсты, где пересекаются Это 1986-й Силабические острофы 1996-й Я это стихотворение очень люблю И стихотворение, привязанное к мачте, опубликованное в сборнике в 2016 году Интервалы между ними примерно 17-20 лет У меня есть переводы, несколько бумажных текстов Но я буду говорить не по переводу Буду смотреть не в переводы стихотворения Потому что для моих целей это не всегда меня устраивает Но я просто отдаю вам имеющиеся у меня переводы на русский Может быть, кто-то на досуге захочет почитать Хотя, может быть, они вам и без моей подсказки известны Итак, название первого из упомянутых стихотворений Я здесь что-то сделала и все хорошо В названии первого из упомянутых стихотворений Американский праздник, День Благодарения В самом тексте американские названия Огайо, Висконсин, Дакоты, Орегон Но сама эта земля в начале стихотворения Изображается как достаточно непривлекательная и неприветливая От лужи у подножья холма воняет металлом Луг иглокожий, в лощине ржавеет клен или вагон Нельзя разобрать, говорится Этот ржавеющий вагон для литовского сознания В литовском сознании вызывает очень опасные, неприятные воспоминания Имеющиеся в культуре XX века в литовской Вообще пространство мрачное Но в этом о мрачном пространстве, говорящей строфе Есть удивительный запоминающийся образ Сгущающийся свет Это для меня, во всяком случае, очень красивый образ Этот сгущающийся свет Далее упоминается утраченное пространство Господний обвал над ним Лирические герои заново чувствуют свою смертность Мерные удары сердца лишь пока Это пока как бы в смысловом плане подчеркивается Потому человек испытывает необходимость поблагодарить новую для себя землю Благодарение в подлиннике высказывается в очень торжественной форме Пусть будет выражена благодарность за новую землю Эта земля и человек еще не знакомы, непрозрачны друг для друга Но уже осознается, что престарелый пес скорее здесь узнает Одиссея, нежели на родине Выражается благодарность новой земле за новую воду Будущая трава за ветер и за могилу в чужой стране И благодарность Господу за то, что если он захочет, он сможет из небытия создать, воссоздать бытие Но, наверное, главное в том, что в конце стихотворения Новая земля как бы повторяет первую землю человека, землю детства А дом, в котором он сейчас находится, тот дом, в котором проведено детство В углах, как в детстве, стоят часы И сейчас и сетчатка находит замок, скатерть, звезды там же, где их находила в детстве Таким образом, Одиссей в некоторой мере находит свою Итаку, но в другом географическом пространстве Но решение Итака здесь, конечно же, временное и действует только в этом стихотворении Когда-то в молодые годы в одном стихотворении В одном стихотворении Томас Янслова сказал Ну что же, пиши, но знай, что стихи не выдают тебя Ну, раскрывают то, что ты хочешь скрыть, твою внутреннюю суть Так вот, стихотворение Томаса Янслова Вот то, четвертое, что я почувствовала необходимость включить Именно раскрывает то, что Томас Янслова и в стихах А тем более в публицистике или в интервью пытается скрыть Ты можешь сказать раз, что твоя Итака здесь, новая Итака Но все же ты всегда помнишь, что Итака в другом месте И это стихотворение «За полверсты», где пересекаются автострады Это, опять же, такой немножко непривитливый пейзаж А потом говорится, пока что только начало Пока еще не самая горькость В прозрачной мгле окаменеют берега И даже Бог, сделав вид, что дым рассеется, развеется Но я не о том Вы видите и слышите, что это создается образ пустоты В котором даже Бог оставляет человека Он как дым рассеивается И очень такая сдержанная, но горькая страфа Верь зме Пой благоговенный холод Гордись тем, что у тебя нет дома Это явно выраженная автоирония С чем же можно гордиться? Гордись тем, что у тебя нет дома Как будто беглец, прижавшись к лодке Дыши тьмой и чистотой соли Холмы и таки окутывают сон И младенцы не помнят об обидах И будет только смерть, и мокрый снег, и музыка И ничего, никогда Как бы таким много то, чем кончается стихотворение То есть так бывает с итакой И ничего решить за раз Или в одном стихотворении нельзя Вообще, сейчас я обращусь к теме Вильнюса Которые Вячеслава никогда в стихах не называл по имени Мы определяем, что поэт говорит о Вильнюсе По каким-то деталям По совпадению, скажем, архитектурным деталям По тому, как совпадает иногда Венслуа о Вильнюсе написал несколько книг Как совпадает речь автора Когда он говорит в прозе о Вильнюсе В своих культурно-исторических текстах И как это переходит в стихи Но названия Вильнюс в стихах нет Только просто мы узнаем город по другим признакам Одно из наиболее прекрасных Это для меня стихотворение Венслуа Которое можно соотносить с мифом об Одиссеи Силабические штрафы Это действительно силабические, тринадцатисложник Лирический субъект стихотворения Первым же словом назван путник Дословно путник сбылась перед сказанной Тебе судьба Скорее всего, это поздний вечер Звезда восходит над бором О звезде поэт заговорит и в конце стихотворения Там говорится о проеме в каменной стене города Который этот проем совпадает с звездой То есть стена не закрывает пространство Оно открыто Как открыто было и самое первое пространство Дом детства О котором говорилось в стихотворении День благодарения И там и здесь звезды уводят взгляд человека И душу, может быть, я не знаю, ввысь В этом смысле в образе Вильнюса Овенслова ближе к Бродскому Который ему в открытке из Рима писал Как и Вильнюс, Рим город, в котором невозможна клаустрофобия Хоть он и не у моря Это сравнение Вильнюса с Римом Но мы понимаем, как поэт Бродский в этом случае относится и к Вильнюсу А Числову Милошу в молодости казалось, что Вильнюс закрыт в стенах, как в мешке Это ему претело Венслова воссоздает город в стихотворении Из его арк, из дождя, из ветра Это вырастает его язык оттуда Это проходящая линия через всю поэзию Венслова Ибо в стихотворении 1957 года поэт определил Вильнюс как единственный город Тоже не сказав имени Город он сопоставлял со стихами Опять услышу асанансы холмов и слова единственного города Город в силабических строфах воспринимается как своеобразный дом Это очень важно Там говорится, что путник в кармане все еще носит ржавеющий ключ от него То есть ключ обычно бывает от дома А здесь говорится о ключе города В этом доме большом в городе есть зеркала Которые разбиваются и уводят в Или свидетельствуют об ином пространстве Беспросветном и потустороннем Это такая общая функция зеркала везде В городе, как и дома, можно ходить с закрытыми глазами И там все найти Здесь слышен отзвук другого важного текста В письме Чеслову Милошу в их диалоге «Вильнюс как форма духовной жизни» В 78-й год он писал «Я еще помню каждый вильнюсский переулок Мог бы идти по этому городу, не глядя по сторонам Думая о чем-то своем И все-таки нашел бы там все Кстати, временами я это проделываю во сне Вот это то, что я говорила в начале Вемслово не называет город То, что он зовет Итакой Но по общему контексту жизни и творчества поэта Мы узнаем, что это именно этот город Стихотворение будет закончено словами о том Что видишь эти провинциальные холмы И местная барокко, когда воображаешь себе свою смерть или рай Опять же, в подтексте «Слышим Бродского» Литовский дивертисмент Человек становится деталью местного барокко Важно то, что в стихотворении говорится не о возвращении в Итаку Это Гандельсман перевел как возвращение в Итаку Но Вемслово говорит не о возвращении в Итаку А о посещении Итаки Это разные вещи Возвращение и посещение Итаки И это за посещение Итаки надо расплачиваться Но, как мы знаем, и возвращение Одиссея в Итаку не было идиллическим А в стихотворении Вемслово «За посещение Итаки» Ты расплачиваешься могилами, враждой с бывшими друзьями Крест-накрест заколоченными дверьми И, тем не менее, это то место, которое ты представляешь, когда воображаешь смерть или рай Иногда в поэзии Вемслово «путешествие», а в жизни он великий путешественник Воспринимается с оглядкой, если так позволительно сказать, на сынова Овидия А иногда и на вечного странника Как мне кажется, именно образ вечного странника Занимает все больше места в его поэзии Может быть, потому, что поэт — это эмигрант из бессмертия во время Как говорила Марина Цветаева Я еще скажу несколько слов О относительно новом стихотворении Томаса Вемслова, привязанный к мачте Оно называется И у меня было желание, которое я подавила Спросить у Вемсловы авторский комментарий Но потом я подумала, что он может быть слишком детальный А тогда не остается ничего для додумывания Мне бы хотелось, чтобы он прокомментировал последнюю строчку стихотворения Но я так сомневалась, что будет распространенный комментарий И пока что о нем не попросила Так вот, привязанный к мачте Оно, стихотворение состоит из первой страфы Ночь памяти Как это переводится? Я уже забыла Обгулинга Обманчивое море Вот Ночь памяти, Обманчивое море Потом идет три фрагмента Три жизненных истории Которые могли бы быть А потом уже своеобразное резюме Или монолог Одиссея В который, помимо прочего, говорится Что не нужно изводить воск Потому что эти голоса сирен Кроме тебя никто не слышит То есть эти сирены поют только для тебя И они тебе говорят о том Что могло бы быть Как твоя судьба могла бы сложиться Но что прошло мимо И вот эти три Сейчас Три фрагмента Один Я сейчас попробую очень сжать Один фрагмент такой В каждом из них 17 строк В первом поэт говорит о том Что могло бы быть Если бы он остался, скажем В тоталитарном государстве И там есть и пленные Умирающие Но человек привыкает забывать несчастье И как-то даже быть счастливым Но это прошло мимо Другой фрагмент Опять 17 строк Кратковременная радость Другая страна Мне почему-то кажется Что это говорится об Италии Может быть я просто Вжилась как-то в Это письмо Милошу Где он говорит Что он пишет Это Письмо из Венеции И что он тосковал По Венеции Когда жил в Советском Союзе Называются какие-то детали Архитектуры И говорится Что можно было Жить здесь Из года в год Читать Плотина Встречаться с друзьями Какая-то своеобразная Иделлическая жизнь Потому что Плотин говорил Что все есть одно Едино И все есть Бог Третий фрагмент Третий эпизод Будет О встрече С женщиной Которую ты любил А некогда Ты пытался понять Что ей снится Во сне Сейчас Чай Разливает Молодой человек Дружественно Разговариваем Это не мой сын Заканчивается Этот фрагмент И вот Я уже говорила Об этой Заключительной Части Вот эти Песни Сирен Которые только Ты привязаны К мачте Слышишь И Это то Что могло Состояться Но то Что прошло Мимо Как бы Параллельные Жизни И последние Три строчки И я Заканчиваю Музыка заполняет Корабль Она Одна Жива Это музыка И последняя строчка Из-за которой Мне хотелось Обратиться К поэту Ночь памяти Ненайденная И така То есть Еще один 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 вариант Может быть И така Ненайденная Пока что Может И таку Ты и не найдешь То есть Остается Это Открытое Открытое Пространство И Здесь Можно сказать Что Этот сюжет И таки Наверное Будет продолжаться Пока Поэт Будет Писать Стихи Иногда Кажется Что И таку Ты Нашел Или Хотя Посетил И Через Несколько лет Ты говоришь Ненайденная И така И вот так Вот С и такой Все Спасибо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует